друзья всем привет начинаем серию видео про моя фазенда будем строить дом на нашем участке сегодня тридцать первое мая 2022 года это уже второе видео которое начинаю с этой же фразы поэтому продолжаем начиная с этого момента и так вот разметка которую мы сделали под наш фундамент здесь вот я уже начал делать отметку для экскаватора сейчас мы еще перенесем вот эти вот веревочки потому что мы решили немножко сместить фундамент для того чтобы вот это вот скважина который мы сделали два года назад она осталась у нас внутри здания такая задумка в общем вот по этой части фундамент будет с этой стороны по этой части будет с этой стороны вот так и скважин остается нас внутри дома но также я вот в этом году протащил воду по участку это еще не завершенно это так вот так сказать набросок потому что через фундамент будет уже проходить все иначе вот эта ямочка у нас засыпется это мы делали яму когда бурили скважину здесь вот был резервуар для воды и вот эту в общем всю кучку надо будет обратно вернуть на место так ну что сейчас мы будем продолжать делать разметку на участке размер у нас здание будете с половиной на 8 с половиной метров а проект вот я сейчас вам показываю этот проект мы нарисовали сами со своими хотелками и со своим пожеланием у нас будет также будет мансардный этаж и подвал у нас не будет будет возможно небольшая в том месте где у нас будет скважина там будет небольшая гамма типа погреба и там в общем будет также хранение всяких соленья варенье ну в общем это все мы посмотрим в процессе стройки так ну и теперь обращаюсь к тем кто специализируется или кто уже делал стройку дома какие есть советы какие есть нюансы какие есть пожелания в общем все что может понадобиться молодому строителю который только начинает осваивать это все какие есть рекомендации стройки пишите их в комментариях очень будет полезно всем благодарность за отзывчивость в общем жду советов всем спасибо а я в общем продолжаю пока копать разметку под фундамент все пошел дальше копаю фундамент разметку под разметку под фундамент точно по веревке веревку заранее протянули углы задали геометрию сделали угол 90 градусов относительно этой веревочки вот это вот перекрестие там там колышек и вот туда в общем здесь у нас будет угол 90 отсюда мы будем уже ориентироваться делаем в общем по периметру мы сделали разметку теперь вот в этом месте еще нужно сделать усиление для бани здесь будет фундамент еще под баню где-то примерно 2 на 2 вот ну и все теперь можно колышки снимать веревку убирать кстати вот смотрите такой лайфхак всегда выносите веревку то есть стойку колышек за границей и тем самым у вас получится здесь угол прямо ровненький не ставьте колышек на уставьте два колышка с выносом и будет вот так вот красиво все теперь можно колышки убирать и заканчивать разметку фундамента ну вот пока все готово